Всем привет! С вами Вика и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила снять видео о своих помощниках на кухне, то есть о кухонных девайсах, которые я использую в себя на кухне и которые значительно облегчают мне мою жизнь на кухне. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Если честно, то я прям какая-то фанатка всей этой техники, всех этих девайсов, и была бы моя воля, я бы, наверное, их все скупила и использовала. Но они занимают достаточно большое количество места, но все же кое-какие у меня имеются, и я с удовольствием расскажу, как я их использую у себя на кухне. И начну я со своего фаворита. Это супермощный блендер Nutribullet. Его я купила примерно полтора года назад, и с тех пор моя жизнь изменилась, можно так сказать. Потому что использую я его просто каждый день. Чаще всего я делаю смузи. Смузи любит самая семья. И в этом блендере смузи получается особенно вкусный. Текстура такая прям нежная, кремовая. В комплекте были две такие чаши, две насадки, и вот такая вот ручка, которая надевается на чашу, и получается как такой стаканчик, и удобно сразу из него жрепить. Nutribullet очень мощный, и за счет этого он хорошо перемалывает орехи, семена, и также можно делать муку, например, овсяную. Также мне нравится, что он достаточно маленький, ну то есть он небольшой, компактный, и его очень удобно брать с собой. Если я куда-то еду и знаю, что там не будет блендера, то я обязательно беру это с собой, и это прям мой must-have. Единственный, наверное, минус, он же и плюс, то, что чаша маленькая, и в принципе рассчитана на одного человека, что очень удобно, да, что ты сразу сделал, выпил. А если делать на несколько человек, то приходится делать несколько заходов. Вот, также он, этот блендер, он очень удобно моется, быстро, да, я очень довольна. До того, как у меня появился Nutribullet, я использовала вот такой вот большой блендер. Это Philips, это какая-то очень старая модель, потому что покупала я его очень давно, когда мы еще жили в Англии, и, как видите, он до сих пор отлично работает. Но использую я его теперь только для приготовления растительного молока, и только из-за того, что здесь большой объем. Потому что я, если делаю молоко, то сразу, ну, как бы, побольше. Делаю я в нем миндальное молоко, кунжутное молоко, конопляное молоко. Он отлично справляется, отлично перемалывает. Вот, так что да, для молока у меня вот этот блендер. Так, следующее, это электрическая овощерезка, наверное, она так называется, от фирмы Tefal. Ее мне подарили несколько лет назад, и, честно говоря, я стала ей пользоваться не сразу. Она у меня какое-то время лежала, я просто на нее смотрела, и никак не могла начать ей пользоваться, потому что привыкла к обыкновенной терке, потому что эту я использую как терка. Здесь 5 насадок разных, но я использую 2, это крупная и мелкая терка. Когда на терке трешь, да, постоянно все разбрызгивается, все куда-то разлетается вокруг, грязно становится. С этой все чистенько, все аккуратненько, все быстро, и очень легко моется. Главное делать это сразу, не ждать, пока все засохнет. Да, так что я очень довольна, и особенно удобно это, когда делаешь салаты, много салатов, со свеклой, с морковкой. Вот, так что да, я очень довольна. Мультиварка. Эту мультиварку мне тоже подарили какое-то время назад, и ей я тоже начала пользоваться не сразу, потому что я привыкла готовить, как я обычно готовила, да, на плите, а тут какая-то мультиварка, зачем она нужна. Вот, но потом попробовав, да, я поняла, что это действительно очень удобно. В мультиварке достаточно много функций, то есть в ней можно много чего делать, но я делаю только супы и крупы, или варю бобовые. Моя мультиварка здесь чаша на 3 литра. На мою семью это вполне достаточно, потому что если я готовлю, то это максимум на 2 дня. Мы обычно кушаем то, что приготовили, то и кушаем, ну, стараемся кушать свежее. Вот, и поэтому, да, 3 литров нам достаточно. А если у кого-то большая семья, и вы готовите сразу много, то лучше будет 5 литров. Честно сказать, да, мультиварка это очень удобно, она очень облегчает жизнь, то есть ты поставил все туда, кнопочку нажал и забыл, она сама выключится. Так, следующее, это такая пароварка-блендер, вот, овент. И ее я купила, когда ребенку было 6 месяцев, то есть когда было начало у нас прикорма. И, честно сказать, я в полном была в восторге, потому что это настолько облегчало жизнь. С одной стороны, это пароварка, да, переворачивающая, это блендер, то есть ты все там приготовилась, сразу все заблендерил, и все готово. Сейчас я использую это тоже, в основном, в принципе, для ребенка, ему готовлю. И это какие-то овощные соусы, что-то такое. Вот, но, да, моему ребенку уже скоро будет 3 года, и это супер вещь до сих пор. Работает. У кого детки начинают только пробовать еду, очень всем советую. Мамочки, присмотритесь. Не знаю, как он называется, это, наверное, мини-комбайн такой, или измельчитель. Фуд-процессор, если на английском. У меня это от фирмы Russell Hobbs. Я купила его тоже очень-очень давно, и начала использовать его так же, не сразу. Я не знаю, почему у меня так происходит. Его я использую тоже достаточно часто, в основном для измельчения, там, фруктовых кашек, допустим, чтобы они не были как смузи, да, потому что если делаете в блендере, то получится смузи. Вот, в этом очень хорошо все измельчается, и мне нравится, что он такой, как бы, мини-миниатюрный. Впрочем, он служит мне как измельчитель, но чтобы не до конца. Соковая жималка для цитрусовых. У меня это от Philips, она тоже электрическая, очень удобная. И я также ее использовала и выжимала сок из граната. То есть, очень удобная вещь. Сок я делала не так часто, но все-таки такая соковая жималка у меня имеется. Для полного счастья мне, конечно, бы еще хотелось иметь просто соковыжималку. Вот, но я думаю, что в ближайшем времени мы ее приобретем. Но это прям для полного, да, счастья. А, нет, для полного счастья мне еще нужно Vitamix, блендер Vitamix. Кто знает, тот меня поймет. Также у меня еще имеется погружной блендер с разными там насадками, но использую я вот только вот эту насадку для перемешивания, там, теста, допустим, очень удобно, быстро. У меня это фирма Kenwood. Так что, да, тоже очень довольна и довольно-таки часто использую. Это такая маленькая овощерезка Vega Spin. И ее я использую только для приготовления спагетти из цукини. То есть цукини сюда вставляется, прокручивается и вылазит такие, как спиральки, да. И, да, это очень удобно. Исса, она подойдет только для цукини, потому что цукини, он достаточно мягкий и удобнее, да, проворачивать. Вот, но... Я приобрела себе еще вот такой вот, это называется спиралайзер. Здесь можно также делать спагетти из того же цукини, но еще и из морковки, и из свеклы. В общем, что только не придумаешь. Я давно ее хотела, но как-то я не решалась, потому что она не маленькая, скажем так, достаточно дорогая. Вот, ну, недавно было на нее очень заманчивое предложение, и я подумала, что просто, ну, грех не купить. И теперь у меня имеется и такая вот штучка. Ей я еще не пользовалась, как видите, она еще в коробке, но скоро-скоро я тоже что-нибудь буду с ней готовить. Вот такие у меня помощники на кухне, которые помогают мне готовить вкусно и полезно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, какими девайсами пользуетесь вы, какие у вас помощники на кухне. И спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. Пока-пока.